Всем добрый день! Меня зовут Роменская Олеся Максимовна, и сейчас мы поговорим о том, что такое созвездия, как они появились, как помогают ориентироваться по звездному небу. С давних времен каждый раз, когда человек смотрел на небо, он обращал внимание на самые яркие звезды и мысленно строил из них фигуры. Сейчас, глядя на вот этот небольшой участок звездного неба, вы видите здесь большой ковш и созвездие Большой Медведицы, видите здесь фигуру из звезд, похожую на перевернутую букву М, это созвездие Кассиопея, но такие названия у созвездий были не всегда. Большая часть созвездий, которую мы сейчас используем, к нам пришла из Древней Греции. В 140 году н.э. Клавдий Птолемей в своем трактате «Альмагест» упомянул 48 фигур из звезд, созвездий, через 12 из которых проходили Луна, Солнце и планеты, те, которые на тот момент были известны. Также Клавдий Птолемей описал более тысячи звезд, звезды носили и греческие, и арабские имена, и также носили в себе информацию о том, как еще раньше эти созвездия назывались. Вот давайте посмотрим. Здесь у нас находится созвездие Лебедь, которое сейчас по-прежнему используется, и вот самая яркая звезда в созвездии Лебедь – это звезда Денеб. Денеб переводится как «хвост курица». Это говорит нам о том, что, скорее всего, когда-то это созвездие у арабов называлось курицей, но сейчас оно носит другое название. Из 48 созвездий, описанных Клавдием Птолемеем, до нас дошли 47. Одно созвездие, корабль Арго, было поделено на несколько частей. И сейчас все еще используется, но уже в несколько другом виде. Обратите внимание здесь на несколько примечательных и узнаваемых фигур и звезд. Большой ковш – часть созвездия Большая Медведица, Малый ковш или Малая Медведица. Также созвездие Северная Корона, похожая по форме на улыбку или на подкову, и созвездие Кассиопея, похожая на букву М или на букву W. Фигуры и звезд были разные в разных странах, но на самые примечательные из них обращали внимание многие. Вот давайте посмотрим теперь на Древний Китай. В Древнем Китае использовалось более 280 созвездий и фигур из звезд. Вот здесь, там, где у нас располагается Большая Медведица, мы видим созвездие, которое называлось Северный ковш. На Северном ковше сидела судья для дворянства, далее была крепостная стена и кривой строй – то созвездие, которое мы сейчас называем Малой Медведицей. А Северная Корона, похожая на улыбочку или подкову, как я уже упоминала, там называлось Скрученный ремень. Ни одно китайское название созвездий из тех 283, которые использовались, до наших дней не дошло. Но, возможно, кто-то еще их использует как астеризмы фигур из звезд, которые помогают лучше запоминать их расположение. Посмотрим еще раз. Можем себе представить, насколько было сложнее астрономам в Китае, чем астрономам сейчас, когда приходилось заучивать 283 созвездия и истории с ними связанные. Китайское звездное небо напоминало такую большую карту, на которую были перенесены некоторые объекты с Земли. Там можно было увидеть созвездие Сарай, там можно было увидеть созвездие Дворец, и не одно созвездие Дворец, несколько. Например, был Пурпурный Дворец. Можно было увидеть некоторых необычных животных, например, Белого Тигра. Сейчас у нас на небе Тигра нет, но есть созвездие Лев, и не одно, но об этом мы поговорим позже. Вот здесь как раз представлена одна из ученических работ, видимо, на которых были отмечены созвездия, которые располагались близко друг к другу. Довольно сложно узнать в нем нынешнее созвездие Малой Медведицы или созвездие Дракона, оно должно было располагаться вот здесь. Но общие чахты с нынешней какты звездного неба все равно видны, поскольку самые яркие звезды получалось соединить похожие линии во всем мире. В Древнем Египте тоже на небе можно увидеть знакомые фигуры. Созвездие Кассиопея, которое мы упоминали вначале, там называлось Две Челюсти. Созвездие Большой Медведицы, вот здесь вот что-то похожее на Большой Ковш, вы видите. Там называлась передняя нога быка, в чем только одна нога быка была. Дальше, где ниже у нас соединяется край Большого Ковша с участком нынешнего созвездия Валапас, здесь располагалась созвездие Швахтовая Тумба. Также были созвездия, названные в честь древнеегипетских богов и в честь животных, которые часто можно было увидеть в Египте. Медведя, конечно, там сейчас не найти, только в зоопарке, в те времена тем более, поэтому животные на звездной кахте Древнего Египта такие, которые соответствуют той местности. Вот посмотрите, вот эта вот фигура, очень крупное созвездие, гораздо крупнее, чем Большая Медведица, это созвездие Гиппопотам. И вот здесь при должной фантазии можно увидеть хвостик Гиппопотама, его крупные ноги и морду. А на Гиппопотаме на небе сидело созвездие Крокодил, вытянутая, которая занимает тоже часть нынешних созвездий Лиры и Лебеди. Здесь располагается созвездие, которое мы сейчас называем Скорпион, там оно некоторое время называлось как Нос, просто Нос. Но позже, так как египтяне активно взаимодействовали с греками, Египет позаимствовал группу созвездий греков, и там снова появилось созвездие Скорпион, уже вот здесь, Нос был переименован. И созвездия, через которые проходило Солнце, зодиакальные созвездия, позднее были позаимствованы Древним Египтом в полной мере. Здесь также можете обратить внимание на крупное большое созвездие, похожее на человечка, и можно догадаться, как оно называлось. Это было созвездие Гигант. В Южной Америке группы созвездий очень сильно отличались от тех, которые мы сейчас с вами представляем. И не только потому, что в Южной Америке видны преимущественно созвездия южного полушария небесной сферы, но и потому, что там вместо привычных нам фигур из звезд названия получали темные пятна на Млечном Пути. Если вы отправитесь куда-нибудь за город, там, где нет фонарей, когда ваши глаза адаптируются к темноте, вы сможете рассмотреть Млечный Путь как шокую полоску из не очень ярких звезд на небе. И вот на Млечном Пути будут также темные участки. Так вот, у народов майя именно темные участки на Млечном Пути получали свои имена. Вот здесь располагалось созвездие Лама. Рядом с Ламой шел детеныш Ламы. Также было созвездие Лис, созвездие Змея и Жаба. Но в современном понимании это, конечно же, не созвездие, поскольку сейчас созвездие – это кое-что совсем другое. Здесь предложенные фантазии можно рассмотреть. Чахтание Ламы. Так как возникали большие сложности из-за того, что у разных народов группы звезд носили разные имена, была необходимость упорядочить список созвездий. Раньше даже некоторые астрономы вставляли свои звездные каталоги и придумывали те созвездия, которые им хотелось бы видеть. Например, на месте созвездия Насос когда-то было созвездие Домашней Кошки, которая получила свое имя в звездном каталоге только потому, что составитель этого каталога очень любил кошек. Но это созвездие не устоялось, и сейчас оно не используется. В 1919 году Международный астрономический союз из астрономов со всего света принял решение о том, что нужно упорядочить список созвездий, софиксировать имена звезд, чтобы он стал во всем мире общепринятым. К 1922 году список из 88 созвездий был утвержден, и чуть позже были уже определены границы созвездий. В 1928 году на звездном небе не оставалось ни одного места, которое бы не принадлежало какому-либо созвездию. Всего небесная сфера разделилась на 89 участков. Созвездие змеи было разбито на две части. Между головой и хвостом змеи лежало созвездие змеиносец. Ни одного пустого места на карте нет. Появляются маленькие тусклые созвездия, такие как, например, щит или созвездие лисичка. Как вы видите, большая часть из них похожа на древнегреческие созвездия. Но во времена великих географических открытий появлялись созвездия в южном полушарии, которые уже носили имена не в честь древнегреческих богов и персонажей мифов, а в честь, например, астрономических инструментов или необычных птиц. Но на звездном небе оставались некоторые неформальные объекты, которые могли носить разные имена, но которые использовались для запоминания звезд относительно друг друга. Например, большой ковш по-прежнему в разных странах может называться по-разному, но само созвездие большой медведицы гораздо крупнее, чем просто ковш. Большой ковш – это астеризм, фигура из звезд, которая не является общепринятой, которая нет единственного во всем мире названия, и у астеризма нет границ, только фигура. Одним из самых известных астеризмов, помимо ковша большой медведицы, является летний осенний треугольник, который образован самыми яркими звездами созвездия Лебедь, вот здесь созвездия Лира и созвездия Орел. Это звезды Денеб, Вега и Альтаир. Летний осенний треугольник наблюдается в течение практически всего лета, его и сейчас вы можете поздно вечером увидеть на небе, и также он наблюдается в начале осени. В течение всей ночи, круглый год, вы видите большой ковш, видите малый ковш, созвездия Малой Медведицы. Но если, конечно, вы находитесь в северном полушарии, в южном полушарии уже видны совсем другие созвездия. Если вы умеете находить Большую Медведицу, то вам не составит труда с помощью нее научиться находить другие яркие звезды и созвездия. Вот смотрите, вы находите большой ковш и находите край этого созвездия, звезды Мирак и Дубхе. Мысленно их соединяете и проводите линию вверх. На расстояние пяти отрезков между этими двумя звездами. И край Большого Ковша укажет вам на Полярную Звезду, которая находится ровно на хвостике у Малой Медведицы, на краю Малого Ковша. Полярная Звезда не является самой яркой звездой на нашем небе, и поэтому найти ее бывает проблематично. Когда-то у некоторых народов нашей страны Полярная Звезда ассоциировалась с гвоздем, который был вколот в небо, и вокруг этого гвоздя ходил конь на привязи созвездия Малой Медведицы. И если смотреть в течение ночи на Малую Медведицу другие созвездия, то вы обратите внимание, что Полярная Звезда находится на одном месте, а остальные созвездия поворачиваются вокруг нее. Так что ассоциация с конем на привязи была действительно довольно точной. У других регионов нашей страны Большая и Малая Медведицы могли носить имена лось и лосенок. Другие созвездия тоже носили необычное название. Вот, например, созвездие Дельфин, небольшое созвездие сбоку от летне-осеннего треугольника у народов Чукотки носило название Тюлень. Ну и действительно, созвездие Дельфин у нас было бы сложнее представить, потому что Дельфина в нашей стране увидеть гораздо труднее. А вот Тюлени были более распространенными животными, и поэтому их можно было поместить на небо, оставить их там. Но, к сожалению, созвездие Тюлень у нас на звездной кахте не осталось, есть только Дельфин. С помощью летне-осеннего треугольника вы также можете найти созвездие Лисичка, еще одно животное созвездие. Всего таких созвездий в честь животных у нас на небе 42. Также внутри летне-осеннего треугольника вы можете увидеть созвездие Стрела. У нее здесь такой небольшой хвостик. И даже придумать целую историю, связанную вот с этой группой созвездий. Вот смотрите, вы видите созвездие Геркулес, который как будто бы держит в руках, как будто щит или лук. И можно придумать небольшую историю, как Геркулес выстреливает из своего лука стрелу в лисичку, но промахивается. А лисичка тем временем бежит за созвездием Лебедь. Каждый раз, когда вы смотрите на звездную карту, вы можете придумывать такие же истории, которые связывают созвездия между собой, и тем самым лучше их запоминать. Вот посмотрите, созвездие Дракон. Он лежит у нас ровно между Малой Медведицей и Большой Медведицей. Голова Дракона располагается вот здесь, такой небольшой четырехугольник из звезд. И ровно под головой Дракона у нас находится Геркулес. Тем самым он как будто бы смотрит на Геркулеса, или Геркулес как будто бы защищается от Дракона на нашем небе. Или вот посмотрите, за созвездием Большой Медведицы у нас лежит небольшое созвездие Гончие Псы, которое появилось на звездной карте гораздо позже остальных. В 1690 году Ян Гивелли включил его в свой звездный каталог, и это созвездие прижилось, стало использоваться. И с тех пор на звездном небе постоянно Гончие Псы бегут за созвездием Большой Медведицы. Вы можете найти Гончих Псов ровно под ручкой Ковша, вот здесь. Сама же ручка Ковша указывает на яркую звезду Арктур и на созвездие Валопас. Созвездие Валопас похоже на большой восклицательный знак на небе или на большую дубинку. Звезда Арктур в этом созвездии довольно яркая, ее несложно найти. Эта звезда является звездой-пришельцем. Она пришла к нам из другой галактики и на протяжении миллиардов лет перемещается по нашему небу, причем довольно быстро. Более 100 тысяч лет назад звезда Арктур располагалась совсем в другом месте, где-то вот здесь. Остальные созвездия тоже меняли свои фигуры, но не так сильно, как передвижение вот этой звезды. Под ручкой Ковша Большой Медведицы, под гончими псами, вы также можете увидеть красивое созвездие Волоса Вероники. В границах этого созвездия располагается большое количество галактик, а под лапами Большой Медведицы виднеется созвездие Лев. Лев является одним из очень древних созвездий, оно использовалось еще в Древнем Египте. Далее идет тусклое созвездие Рак, его сложно найти на небе, но зимнее созвездие довольно тусклое. Дальше лежит созвездие Близнецы, тоже очень узнаваемая фигура из звезд, и во многих странах были похожие объекты на звездном небе, напоминающие по форме вытянутый прямоугольник или двух соединенных между собой человечков. Дальше лежит созвездие, похожее на пятиугольник. Это созвездие Возничий с яркой звездой Капелла в одной из вершин. Капелла переводится как «козочка», и на эту козочку смотрит Большая Медведица. Посмотрите, если вы мысленно погладите Большую Медведицу по спине, вот так Большая Медведица укажет вам ровно на звезду Капелла, и это поможет вам найти созвездие Возничий. Уметь находить созвездия и яркие звезды нам бывает нужно для того, чтобы находить на небе другие объекты, не только звезды, но и туманности, и галактики. Без умения ориентироваться по звездному небу это было бы делать гораздо сложнее. Но, к сожалению, в черте города бывает проблематично увидеть что-либо, кроме самых ярких звезд. Но даже из городской черты, если все-таки не слишком яркая засветка фонарей, вы увидите и Большую Медведицу, и созвездие Дракон, и яркую звезду Арктур, и созвездие, похожее на улыбочку, Северную Корону. Вот здесь, к Северной Короне, тянется какое-то созвездие с небольшим треугольничком, которое несложно найти на небе. Это созвездие Змея, то самое созвездие, которое было поделено на две части. Вот здесь располагается голова змеи. Из 88 созвездий мы выделяем 13 особенных. Это созвездия, на фоне которых у нас наблюдаются планеты, Луна, и через которые в течение года проходит Солнце. На такие созвездия обращали внимание жители многих стран. Сейчас наше Солнце проходит через 13 созвездий. Это созвездия Змееносец и еще 12 созвездий, которые могут быть вам знакомы по знакам Зодиака. Через эти созвездия проходят планеты. Сейчас вечером, приблизительно около полуночи, на небе вы можете видеть две яркие звездочки – Юпитер и Сатурн. Эти планеты медленно перемещаются на фоне созвездий линии Эклиптики, или по-другому Зодиака. Сейчас они располагаются на фоне созвездий Стрелец и Козирог. Когда-то созвездие Козирог носило имя Рыба-Коза, но это далеко не самое необычное название, которое было у этого созвездия. Например, у жителей, коренных жителей Австралии созвездие Козирог называлось Кенгуру. И если бы Международный астрономический союз признавал бы созвездия других стран, если бы он включал не только древнегреческие созвездия, но и созвездия других народов, возможно, у нас также было бы созвездие Кенгуру. Но все же в современный список созвездий были включены преимущественно древнегреческие. А затем уже более тусклые созвездия, добавленные в XVI-XVII веках. И те созвездия, которые были открыты, были описаны во время эпохи великих географических открытий, когда мы уже стали более активно путешествовать по южному полушарию. Тогда появились такие созвездия, как Столовая гора и некоторые другие. Здесь представлен уже другой фрагмент звездного неба, который вы можете видеть. И давайте сейчас попробуем найти на звездном небе галактику. Галактика Андромеды является самой крупной галактикой после Млечного пути, которую мы можем видеть невооруженным глазом. На небе она занимает площадь в четыре раза большую, чем полная Луна. Но невооруженным глазом ее увидеть проблематично, тем более из города было бы это очень сложно сделать. Она засвечивается фонарями. Но чтобы найти ее за городом, в пригороде, вам нужно найти созвездие Кассиопея, похожее на перевернутую букву W вот здесь вот, и созвездие Пегас по форме, похожее на квадрат. Вот здесь располагается большой квадрат Пегаса, к нему примыкают крылья и лапы Пегаса. С другой стороны к Пегасу примыкает созвездие Андромеда. Рука Андромеды указывает на галактику, но, может быть, проще ее найти, не пытаясь увидеть руку Андромеды. Находим созвездие Кассиопея, и по краю Кассиопеи медленно спускаемся к созвездию Пегас. Вот мы соединили звезду Альферат, уже принадлежащую Андромеде, лежащую на краю большого квадрата Пегаса, и Кассиопею. Таковую мысленную линию мы построили. И вот здесь находится маленькое туманное пятнышко. Если вы за городом попробуете повторить эту процедуру, то вы увидите не просто маленькое туманное пятнышко, а большой туманный объект, который и есть в галактике Андромеды, свет от которой до нас идет многие миллионы лет. Другие галактики в нашем полушарии найти более сложно. Южному полушарию в этом плане больше повезло. Но у нас также невыложенным глазом, если отправиться куда-нибудь за город, можем увидеть большую туманность Ориона, но зимой. И также в любительские телескопы мы можем наблюдать некоторые звездные скопления и интересные туманности. Например, вот здесь, снизу созвездие Лира, похожим на небольшой ромбик с яркой звездой Вега с краю, внизу посередине находится небольшая красивая туманность Кольцо. Если вы умеете находиться в звезде Лего, то вам без труда получится понаблюдать эту туманность. Спасибо. 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 Спасибо.